шалом серии программ под названием нужна ли мне община мы затронули один вопрос обсудить который не успели вопрос о еврейском и особенно об израильском отношении к авторитетам о том насколько понятия о пастухах и овцах актуальны в израильской культуре или среди евреев вообще зададем мы его по той причине что сегодняшнее израильское общество культивирует совершенно не библейские на первый взгляд ценности или даже анти библейские ну в самом деле о чем нам с вами говорят библейские образы пастуха и овцы ну прежде всего конечно о доверии и послушании овца животное по определению безмозглое и безобидное безропотное настолько что даже на заклане идет совершенно спокойно а вообще овца если она конечно не паршивая овца она должна что делать ходить за пастухом и не сдавать лишних вопросов почему потому что пастух знает что ей надо знает куда ей надо ведет ее на злачные пажите а также к водам тихим как говорит об этом 22 псалом так вот пусть она чинно себе идет за ним и не мутит эти самые воды тихие ну уж лучшем случае пусть блеет там себе аминь и аллилуйя только желательно вовремя и не слишком часто иногда есть такое представление об овцах что вот в такой схеме задаю я вопрос может быть самым большим нонсенсом овца задающая пастуху вопросы о его компетентности считающие что у нее тоже есть мозги и право голоса это с одной стороны а с другой что ценят израильтяне а вот именно это независимость уверенность в себе самостоятельность и активность готовность взглянуть на давно известные вещи под новым углом зрения пересмотреть устоявшиеся подходы и стереотипы бросить вызов статусу кво без этих качеств мы не смогли бы не создать свое государство не сделать его нации стартапов как его иногда называют даже есть такая книга по-моему на русский язык она перейдена как не очень удачно перевели заголовок нации умных людей по-английски это стартап нэшен хорошая книга рекомендую почитать только не подумайте что я хочу присвоить еврейскому народу ту славу которая принадлежит самому господу богу ни в коем случае конечно я верю что и за созданием и за технологическими успехами за выживанием современного израиля стоит в конечном счете конечно бог однако помимо сверхъестественных вмешательств в историю господь зачастую действует и естественными путями он использует те или иные обстоятельства и человеческие качества и вот в нашем случае речь идет именно об этих качествах которые вырыбились выработались в нашем национальном характере за столетие истории и так противоречие налицо вот представление об овцах с одной стороны и вот с другой стороны что у нас за овцы кавычках есть в израиле евреи не любят быть овцами в том числе и потому что слишком уже часто в нашей истории мы становились овцами обреченными на заклание в самом прямом смысле этого слова и последний раз это было не так давно каких-то 70 лет тому назад сегодня еще живы те кто пережил ужасы холокоста и был их свидетелем и поэтому библейские образы доброго пастуха и кротких овечек которых он ведет за собой на злачные пажите нас не вдохновляют ну скажем так не всех из нас и не всегда и что же делать пойдут ли при таком раскладе коренные израильтяне и вообще евреи где бы то ни было в израиле за его пределами существующие мессианские общины или же для того чтобы они чувствовали себя среди нас комфортно нам нужно наших собраниях что-то изменить если мы молимся о спасении израиля не для галочки а искренне то эти вопросы не могут нас не волновать как уже было сказано община это не мелкое и несущественное дополнение к вере вешу как было сказано в серии программ нужна ли мне община община это важнейшая часть жизни верующего и вопросы соответственно не праздны ну хорошо а что насчет ответов прежде всего противоречия между библейскими и современными израильскими ценностями реально это противоречие или мнимое действительно писание ценит послушание так высоко как нам иногда это преподносит это с одной стороны а с другой стороны всегда ли такие качества как независимость суждений инициатива и смелость бросить вызов существующим нормам однозначно плохи послушание действительно представляется в писании одной из главных добродетелей несомненно самая основная проблема народа израиля в танахе это что это не послушание в этом грехе бог обличает свой народ как через моисея так и через последующих пророков отсюда все наши беды новый завет опять-таки призывает нас к послушанию особенно в апостольских посланиях я даже не буду предводить никаких стихов при желании вы сами их найдете благо таких стихов полно казалось бы что тут обсуждать ну чтобы предмет обсуждения стал яснее давайте вспомним знаменитую притчу о блудном сыне классическая иллюстрация того принципа о котором мишуа говорил очень часто такими словами первые будут последними а последние первыми что мы видим в этой притче старший сын это в 15 главе евангелия от луки вы можете открыть ее и прочитать старший сын который говорит о себе что никогда не приступал отцовского указания то есть был идеально послушен ему каким он выходит в конце этой истории совершенно неправым младший же который оскорбил отца предал интересы семьи разбазарил свою долю наследства и опустился ниже плинтуса в конце концов снова принят всему да еще как не тихонько чтобы там никто не дай бог не услышал а с фанфарами в честь его возвращения устраивается грандиозный пир отец велит заколоть откормленного теленка в те времена это были огромные расходы что же все это означает означает это вот что при всей важности послушания бог ценит не всякое послушание а лишь то которое идет от сердца по доброй воле новый завет называет его послушанием веры и как написано в 13 главе первого послания общение коринфа можно делать и говорить все что угодно проповедовать совершать чудеса пожертвовать не только имуществом но и собственным телом но если все это продиктовано не любовью а какими-то другими мотивами то это лишь религиозная показуха которой грош цена если бы бог ценил послушание превыше всего то он создал бы не людей он создал бы роботов просто бы запрограммировал их на исполнение его воли все у них не было вообще никаких проблем с послушанием однако робот его не интересует очевидно почему потому что с ними не построишь отношений роботы могут сделать все идеально проблема вот в чем они не способны чувствовать они не способны думать они не способны сопереживать богу который есть любовь очень они нужны в кавычках сто лет они ему не нужны он предпочитает иметь дело с нами существами очень далекими от совершенства но созданными в первую очередь для взаимоотношений на самом деле внешнее послушание а если уж так говорить внешнее послушание продиктованные неверными мотивами очень опасно а не полезно но вредно уже упомянутая притча о блудном сыне показывает что можно быть послушным в делах идеально но при этом носить внутри себя в своем сердце горечь ведь именно горечь звучит в обвинении которые отцу бросает старший сын я столько лет служу тебе не удивительно что он оскорбляется когда отец радуется возвращению брата и не жалеет угощений напишет что внешнее послушание над которым старший сын работал так усердно вылилось во что в откровенную ненависть к собственной семье спрашивается помогло она ему или навредила вопрос конечно риторический это что касается послушания теперь давайте поговорим об инициативности и о некоторых других израильских качествах среди верующих зачастую бытует такое представление что в любом деле инициативу должен проявлять исключительно сам господь бог пока господь не скажет мы не с места почему да потому что мы сами по себе никто и ничто и рыпаться без четких и ясных инструкций это проявлять самонадеянность то есть грешить поэтому первым делом надо молиться искать воли божьей и лишь найдя ее действовать но очень осторожно как на минном поле шаг влево шаг вправо может быть последним так есть и другой взгляд на вещи заключается в том что во первых свою волю бог уже открыл нам в писании если мы писание читаем и понимаем то в принципе воля божья нам уже известно во вторых следующее что после этого нам нужно узнать это не воля божья в общем смысле слова то есть не та воля божья которая уже открыта нам с вами через писание нам нужно получить водительство божье то есть его воля о ситуациях которые в писании конкретно не оговорен например в каком городе жить какую профессию выбрать с кем создать семью и так далее и в третьих волю божью такого рода можно узнать не только в ожидании видения или глаз из небес но и в активном поиске ведь сама библия говорит испытывайте что благоугодно богу и греческий глагол стоящий в этом стихе означает обнаруживать на опыте то есть ставить эксперимент и делать выводы из его результатов экспериментировать и наблюдать другими словами пробовать и смотреть что получится кто-то скажет стоп но это же метод проб и ошибок совершенно верно может быть вы не любите ошибаться я тоже не люблю но на самом деле это не так страшно да гордость конечно от ошибок немного пострадает но это полезно и уж точно не страшно хороший тому пример история 16 главы деяния апостолов павел сотоварищи путешествует по городам римской империи он призван господом богом проповедовать радостные вести ешу бог сказал ему об этом очень ясно но где именно он должен проповедовать сегодня в этом месяце в этом году как это узнать читаем что они об этом думали пройдя через фригию и галатийскую страну они не были допущены духом святым проповедовать слово в азии дойдя до миссии предпринимали идти в вифинию но дух не допустил их миновав же миссию сошли они в траду и было ночью в ведении павлу предстал некий муж македонянин прося его и говоря приди в македонию и помоги нам после этого ведения тотчас мы положили отправиться в македонию то есть решили отправиться в македонию заключая что призвал нас господь благовествовать там и так картина ешу сказал павлу иди что делает павел идет он пришел в одно место он собирается там проповедовать святой дух ему не позволяет что он дальше делает бросает якорь на три года там где все это произошло льет слезы ждет пока бог не проговорит ясно нет ничего подобного он идет дальше пошел другое место пришел там тоже господь ему ничего не позволяет делать что он делает 5 таки он идет дальше приходит в третье место там за ночевали и там бог таки да говорит ему уже неважно каким образом это сейчас не суть суть в том что павел получает водительство в пути они в ожидании почему потому что как говорит русская пословица под лежачий камень вода не течет павел пытается нащупать водительство божье и у него в конце концов все получается но не сразу и уж если у него получилось только с третьего раза то и нам на мой взгляд не страшно пару раз ошибиться страшны не ошибки страшны сам страх лень и пассивность за которыми может прятаться не вере в бога ярчайший тому свидетельство это притча талантов которые в двадцать пятой главе евангелия от матфея что мы там мы видим видим там двое слуг которые приумножили доверенные им хозяином капиталы они сделали это пусть и в день деньги в оборот в бизнес в дело в какое-то каждый из них удвоил полученный капитал за какое-то время то есть сделал стопроцентную прибыль а третий слуга тоже получил определенную сумму и закопал в землю эти деньги дескать так целее будут хозяин ему сказал что если он так боялся прогореть в бизнесе то нужно было хотя бы ростовщикам отдать деньги получить на них хоть какой-то процент чем время в то время ростовщикам позволял зарабатывать не более 12 процентов в год то есть все-таки что-то можно было заработать что же отсюда ясно ясно что уходя хозяин не говорил им что именно делать и понятно почему если им доверены такие немалые суммы потому что там ведь имейте ввиду там говорится о таланте двух талантах и пяти талантах один талант это шесть тысяч динариев то есть оплата 17 лет работы если хозяин доверяет своим слугам такие огромные суммы понятно что хозяин с головой он знает что этих людей есть какое-то понимание того как работать с деньгами и они сами должны по идее разобраться что делать с такими суммами что же это все говорит говорит нам о том что бог предпочитает иметь дело не с перфекционистами которые не делают ни шагу без полной уверенности в том что все получится идеально он предпочитает иметь дело с теми кто искренне старается исполнить его волю хотя бы в ограниченной мере то есть очень несовершенно почему потому что он сам уже совершенный и собственного совершенства ему вполне достаточно от нас он ожидает не совершенство а доверие к себе который будет выражаться на деле самый отчаянный из 12 апостолов петр вышел из лодки и ступил на воду что во всей этой истории самое ценное то что он потом засомневался и начал тонуть или что он осмелился вообще попросить еще велеть ему выйти из лодки пойти по воде и потом он вылез такие из лодки по моему второе и так инициатива совсем не всегда автоматически означает не послушание богу наоборот послушание веры зачастую требует от нас инициативности то есть качество которое сожалению многие верующие не ценят по достоинству следующей программе мы поговорим о двух других качествах которые сильны в израильтянах но многим кажется совершенно антибиблейскими о независимости суждений и смелости бросать вызов существующим нормам спасибо шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и и шоа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oazis.media.tv